Я хорошо помню день, когда мой друг Джейт умер. Я видел его за 10 месяцев до этого, когда посещал Остин, и мы вышли на кофе. Он выглядел здоровым, но оказалось, что нет. Спустя месяц ему поставили диагноз «рак», и еще через 9 месяцев он умер. И еще более горько эту пилилю делает тот факт, что он оставил трех детей, которым не было пяти лет, и жену. Господа, я начал это видео с этой истории не для того, чтобы вас расстроить, а чтобы сразу подобраться к сути. Как и многие из вас, я переживал потери много раз в жизни. И я научился вспоминать об этих потерях, когда у меня не самый хороший день. Пожалуй, звучит нелогично, но для меня вспоминать своих друзей и родственников, которые уже ушли, помогает мне взглянуть на все с другой стороны. Я понимаю, что все эти проблемы, которые сейчас меня беспокоят, в большой перспективе ничто. И я тут же благодарен за тот день, который у меня есть. И это первая привычка, господа, которая изменила мою жизнь. Это быть благодарным и ценить то, что у меня уже есть. Один день может все изменить. Далее в списке выигрывать день, совершая всего одну важную вещь. Я понимаю, что вы очень заняты, у вас есть сотни дел, которые надо совершить. Как по работе, так и в личной жизни. Но если отбросить все, что по-настоящему сделает ваш день, если вы совершите всего одно дело. Я имею в виду этот самый камень, который лежит на вашей груди и мешает дышать. И если вы скинете его, то вы сможете дышать легко. И ребята, это не должно быть что-то огромное. Лично у меня это дела, которые занимают не больше одного часа. Лично мое самое важное дело, это записать видео для канала. И я считаю это победой. Потому что записать видео у меня занимает примерно 90 минут, и в итоге оно сможет помочь тысячам людей. Еще одна победа для меня, это тренировка с моим сыном. Будь это тренировка в зале или пробежка. В это время у нас происходит самое настоящее общение. Да, друзья, звучит просто, но очень многие не справляются. Фокусировка всего на одной задаче. Найдите доверенного человека, если это по работе, то найдите себе партнера. Суть в том, что когда вы справитесь с этой важной задачей, весь остальной день уже легкотня, потому что вы уже совершили большую победу. Друзья, в некоторых своих видео Антонио рассказывает про книги, которые сильно повлияли на его жизни. К сожалению, многие из них не опубликованы на русском языке. Но с главными идеями этих и других книг, которых нет на русском, вы сможете ознакомиться в нашем новом проекте Undercover. Все подробности по ссылке в описании. Следующая привычка 80% достаточно хорошо. Благодаря этой привычке я смог опубликовать столько много видео на этом канале и повлиять на миллионы мужчин по всему миру. Если вы давно смотрите мои видео, то наверняка видели косяки. Так что да, если мы в целом верны, то я отдаю дальше. Потому что если застрять в перфекционизме, тогда вы никогда не сможете сделать свой вклад. Следующая привычка, которая изменила мою жизнь, я везде прячу книги. И это сводит мою жену с ума. И что еще хуже, если мне реально нравится книга, то я покупаю несколько копий. И я это делаю не потому что мне нравятся книги, а потому что мне нравится информация в них. И я стараюсь как можно больше облегчить путь получения этой информации. Следующая привычка, которая изменила мою жизнь, я перестал пить. Пиво, вино, водку. Любой вид алкоголя выпал из моей жизни. И я также не принимаю наркотики, если вдруг вам интересно. Я никого не осуждаю, просто заметил за собой, что я пил только потому, что меня вынуждали к этому. Я не видел особых плюсов от алкоголя, особенно в отношениях. Наоборот, я заметил, что когда я выпиваю, то я ставлю свои отношения под угрозу, потому что я начинаю быть еще более привлекательным. И женщины просто начинают вешаться мне на шею. Но если серьезно, то я понял, что когда я выпью, то мои способности принимать верное решение исчезли. И я не хочу рисковать тем, что у меня есть, только потому что я выпил. И еще парочка плюсов. Я экономлю деньги и могу просыпаться по утрам. Есть минус. Я стал популярным среди друзей, как трезвый водитель. Следующая привычка, которая мне очень сильно помогла, я общаюсь с людьми, которые умные. У них есть навыки. И они горят тем, что делают. Когда я прохожусь по своим исходящим, то это, пожалуй, самые одержимые люди. Люди, которые преследуют свои цели. И мне нравится с ними общаться, потому что они хороши в одном деле. Например, в разработке приложений. У меня также есть один человек, который разбирается в недвижке. Другой вот инженер. Еще есть человек в политике. И я понимаю, что меня привлекает в этих ребятах то, что они очень горят тем, что делают. Они реально одержимы и хотят быть лучшими в том, что делают. Итак, следующая привычка, о которой я бы хотел вам рассказать, и она связана как раз со звонками. Я стал более лучшим слушателем. Я не был хорошим слушателем. Я постоянно над этим работал. Я был тем самым парнем, который не слушал людей, а просто ждал своей очереди, чтобы говорить. Не будьте таким человеком. Слушайте людей на самом деле. Что они вам говорят. И не только это, а старайтесь понять, что они вам недоговаривают. Пришлось ли им пройти через трудные времена, и они об этом не упоминают. Может, вам тогда спросить их об этом? Как насчет того, чтобы просто позвонить им среди бела дня и сказать, я тут вспоминал о тебе, как поживаешь. Как мужчина у нас редко, когда бывает ситуация, когда кто-то хочет просто выслушать нас. Кроме жены, конечно, если вам повезло иметь такую. Суть в том, что у нас два уха и один рот, поэтому как насчет того, чтобы слушать в два раза больше? Не стоит быть тем, кто доминирует в беседе. Лучше быть активным слушателем, человеком, который может задать вопросы по существу на основе того, что человек только что рассказал. И я знаю, что скажут некоторые из вас. Антонио, у меня нет на это времени. Как вообще можно найти время хоть на что-нибудь из этого всего? Вот что я вам скажу, я все вношу в график. Серьезно, если этого нет в моем календаре, то это не произойдет. Даже личные какие-то дела. Например, если мне надо поговорить с женой, то я вношу это в график. Чтобы мой день был зарезервирован для этого. Иначе все что угодно начнет просачиваться. Я очень последователен со своим календарем. Я знаю точно, что по понедельникам и средам у меня планерки с моими сотрудниками. По вторникам и четвергам у меня более свободные дни, чтобы я мог снимать видео. Если вы захотите со мной встретиться, то вы можете посмотреть мой график со свободными окнами. И да, вы увидите, что эти окна по 15 минут, потому что более длинные встречи не очень продуктивны. Многие свои встречи я заканчиваю за пять минут. Потому что я вижу, что эта встреча была по записи, и я понимаю, о чем мы будем говорить. Поэтому, ребята, планируйте ваши встречи. Ну а самая важная встреча, которая у меня есть в течение дня – это 30 минут с женой, пока мы пьем кофе на крыльце. Во-первых, я люблю свой кофе. Я в него добавляю сливки, кокосовый сахар. В общем, я готовлю себе вкусный кофе. И, конечно, вторая вещь – это просто сидеть рядом и говорить со своей женой. У нее есть всякое разное рассказать. Обычно это про детей. И это сакральное время для нас, которое мы проводим вместе как пара, потому что жизнь становится очень напряженной. Да, я понимаю, что в мире происходят сумасшедшие вещи, но иногда просто необходимо время, когда вы можете открыться друг к другу. И это, пожалуй, лучшие 30 минут, которые мы проводим вместе. Обычно это где-то до семи утра. Следующая привычка, которая изменила мою жизнь – платить наличкой за все. Чтобы быть с вами честным, я использую кредитку. И я расплачиваюсь по ним каждый месяц. И я использую их как защитный буфер. Потому что многие кредитки позволяют вам продлить гарантии, когда вы их покупаете. И к тому же намного проще вернуть деньги обратно при покупке кредитной карты, чем дебетовой. К тому же есть еще накапливаемый бонус и кэшбэк. Поэтому, когда я трачу деньги, особенно по бизнесу, это имеет смысл. Я пережил банкротство примерно 10 лет назад, и это изменило мой взгляд на деньги. Сегодня, если я не могу заплатить наличкой или уплатить сразу за вещь, знаете что? Я не могу себе это позволить. И мне нравится эта привычка, потому что в ней есть еще парочку дополнительных плюсов, помимо того, что ты не вязнешь в долгах. Первое, ты живешь по средствам. Когда тебе надо накопить денег на что-то, то у тебя появляется время подумать, а нужна ли мне эта вещь? Принесет ли она ценность в мою жизнь? Стану ли я счастливее? Я езжу на старом внедорожнике, он хорошо справляется со своей работой. И когда все эти события в мире начали происходить, я был очень рад, потому что мы не жили на широкую ногу. Когда платишь наличкой, ты не просто избегаешь процентов по заемным деньгам, но ты также понимаешь силу отложенного вознаграждения, просто откладывая понемногу деньги, работая несколько лет, чтобы в один день купить себе ту самую дорогую вещицу. Какое видео смотреть далее? Как насчет суперпродуктивных вещей, которые делают 1% мужчин? Серьезно, большинство мужчин этого не делает. Если вы хотите быть более продуктивным и делать больше, тогда смотрите это видео, парни.